Привет, дорогие друзья! Всем тем, кто не может выбрать, какой снегоход приобрести себе на зиму, расскажу маленькую разницу между четырехтактными и двухтактными снегоходами. Возможно, мое мнение кому-то пригодится, и вы быстрее определитесь с выбором. Итак, понеслась. Буду рассказывать просто, без всяких заумных речей. Я не знаю, я ни в магазине, ни консультант. Расскажу всю правду. В первую очередь, хочется сказать, вы должны определиться, где, в каком месте вы используете снегоход. Таежные условия, смешанные леса, поля, степи. Где вы будете на нем ездить. Это, в первую очередь, вы должны для себя прикинуть, для чего вам нужен снегоход. Мы будем говорить о утилитарниках. Ни в коем случае не о спортивных, ни еще каких-то. Потому что для охоты нужен, в первую очередь, утилитарник. Хороший, надежный, добротный утилитарник. Который вас вывезет с любого места и доставит в точке А, в точку Б. Без всяких проблем. И нужно выбрать тот снегоход, который, в случае чего, вы сможете легко отремонтировать лесу. Нелегко, но, поколупавшись немного, вы сможете его отремонтировать. Итак, четырехтактник. Поговорим сперва о них. Что есть четырехтактник? Четырехтактник это снегоход. Я иметь буду утилитарно. Это снегоход, который, грубо говоря, автомобиль. Охлаждение у него, как правило, жидкостное. Тасол или антигель, антифриз. Без разницы. То есть у него есть радиаторы, на которые набрасывается или гусянка снег, или они стоят под ступинаторами. То место, куда вы ставите ноги и поезде по глубокому снегу, через радиаторы двигатель охлаждается. И впереди стоит радиатор, который, грубо говоря, воздухом, как у автомобиля, где вентилятор стоит. И все это дело охлаждается. Четырехтактник. Что собой он представляет? Четырехтактный снегоход. Его плюсы. Давайте разберем его плюсы. Плюсы у него в том, что низкий расход топлива. Это главный плюс. Ребята, с нашими ценами на бензин, это огромный плюс. Второй плюс. Он напичкан электроникой. На нем удобно сидеть. Дури в нем. Там больше 150 кобыл. Есть такие. То есть это полноценный снежный автомобиль. Вы сели. Ключом стартера, аккумулятор у него обязательно. Завели. Завели. И поперли. Можете ехать неопределенное количество времени. То есть у вас не греется. Остывать не нужно. То есть пока не кончится бензин, грубо говоря. Используется бензин в этих снегоходах обычно чистый. 95-92 без добавления и разбавления масла. Снегоходы четырехтактные. Они очень удобно. Они ездят, я же говорю, на очень большие расстояния. Они довольно тяжелые, ребята. Во-первых, они мощные. По габаритам большие. Тяжелые. Но вот, что они себе представляют. Что такое есть двухтактный снегоход? Двухтактные снегоходы, особенно импортные. Это тоже своего рода. Машины ничем по комфорту не уступающие. Четырехтактные. Главная фишка в двухтактных снегоходах в основном, что они имеют воздушное охлаждение. То есть привод на вентилятор. Вентилятор дует и охлаждает все это дело цилиндры воздухом. Такие снегоходы, конечно, в какое-то время едешь. В какое-то время нужно остывать. Но есть такие двухтактные снегоходы. Они также с жидкостным охлаждением. То есть они остывания не требуют. То есть едешь и едешь. Тоже довольно удобные снегоходы. Также можно выбираться из семьи. Ездить одному. Довольно тяговитые. Но главное, говорю, у них разница в том, что в системе охлаждения. В количестве цилиндров, конечно, и так далее. Теперь. Я говорю, вы определили цель, для чего вам нужен снегоход. Если вы охотитесь в таких местах, как, как говорится, на земле у нас, потому что мы живем на севере, все, что с левой стороны обе, это у нас земля считается. Живете в средней полосе России, там в основном преобладают, что? Степи, открытая местность, лес, перелески, там, знаете, ну, не такие густые леса. В основном охотятся кабан, косуля, лось. Там нужны что? Там нужны скоростя, максимальный комфорт. В основном скоростя, большие расстояния. Ну, и, соответственно, низкий расход топлива, так как расстояние там довольно большие. Снега там также глубокие, зимы чуть помягче, чем у нас, но ненамного. Но в основном там езда на снегоходе, она занимает, вернее, имеет однодневный характер. То есть вы с утра, рано или ночью, приехали, сбросили с прицепа снегоход, собрались в группа или один, надывали след и поперли. Обрезаете, зарезаете, где-то в лес загнали. Загонная охота в основном, коллективная охота. Загнали, грохнули, вывезли лось, косули, еще с собой 15 человек людей. То есть однодневная охота. Вот в таких местах имеет смысл брать, конечно, четырехтактный снегоход. Вот, извините, что я курю, но я курю, тут ничего не поделаешь. Для таких целей, да, действительно лучше брать четырехтактный снегоход. Так как там теплее, чем у нас, расстояние дальнее, говорю, вам охлаждение будет через радиаторы. То есть это более удобно, расход топлива маленький. И вы с успехом накатаете по этим степям хреновую тучу километров и останетесь довольны. Еще одна фишка в том, что там у вас, в случае чего, поломки у вас близко официальные дилеры. Таких у нас здесь нет. А если есть, то нужно грузить снегоход на машину и везти, везти, везти. Потому что четырехтактные двигателя и снегоходы, они в основном обслуживаются у официальных дилеров. Там в паспортах так и написано. Сломалось то-то, не работает то-то. Обращайтесь к официальному дилеру. Больше нихрена там не написано. Так что в таких широтах имеет место купить себе четырехтактный снегоход. И вы, наверное, не прогадаете. Что касается наших мест. Для наших мест четырехтактный снегоход, это такое двоякое дело, ребята. Например, мы охотимся в тайге. Это бурелом, это болото, это замерзший качкарник на болотах. Порой косогоры, порой сопки, порой непролазная тайга, ребята. Что есть четырехтактный снегоход? Снега у нас по самую грудь, февраль-март, февраль-январь возьмем. И мороз за 50 и больше. Что есть четырехтактный снегоход? Четырехтактный снегоход для наших мест. Это ездить с кем-то в паре. Это сразу скажу. Я четырехтактный снегоход не имел. Но есть много товарищей, которых... Не много, но есть товарищи, которые имеют четырехтактный снегоход. Я слышал, знаю. Они, конечно, могут это скрыть, что... Помучились, ребята. Были такие случаи, что приехал на избу. Приехал минус 15-20. Все нормально. Доехал с дома. Переночевал на градуснике минус 50. Снегоход стоит на улице. Ну, что делать? Вышел. Джин-джинь. Аккумулятор сел, ребята. У четырехтактных снегоходов, как правило, шморгалки, я имею, ручного стартера нет. Это ключ зажигания. Ну, машина, стартер. Завелась-завелась. Вебасты там тоже нет. Ну, возможно, кто-то ставит. И что получается? Снегоход крутой. За лям стоит. А домой, сука, придется пешком. И летит до тех пор, где поймает связь. А со связью у нас, ребята, здесь хреново. Ну, ничего не поделаешь. Здесь охотничьи лыжи. И попер домой. Вот ей четырехтактный снегоход. Греть что-то там, ребята. Вы откроете у него капот. Куда направлять трубу с паяльной лампой? Большой-большой секрет. Если вы где-то нагреете какую-то проводку, поплавятся какие-то провода, добро пожаловать к официалам. Там по гарантии это не пройдет, так как это вы закосячили. Отвалите кучу бабла. Да и хрен с ним с баблом, ребята. Это потерянное время на охоте. Просранный промысел. То есть время потеряно. Еще хочу сказать. Четырехтактный снегоход, он очень громоздкий, понимаете. Вы застрянете где-то. Вы хрен его один вытащите. Конечно, вам придется с собой по-любому возить лебедку. Ну, в остальном комфорт. Это базар у меня. Комфорт передвижения. Но, говорю, забудьте на большие расстояния. Если вы одинокий охотник, займите товарища. С четырехтактным снегоходом он вам понадобится. Потому что он вроде надежный, вроде проверенный, вроде и фирмы все отвечают. С четырехтактным, да ты что, там, не знаю, скайду, не скайду, поларисы, не поларисы, выйдет с любой ситуации, выйдет. Ребят, но много нюансов. Если что сломается, вы откройте капот, говорю, вы потеряетесь. Куда там лезть, что делать. Все, вы прикурили и пошли домой. Или вам придется говорить многим-многим людям, куда вы поехали на всякий случай. Завтра вы в такое время не вернетесь. И вас нужно будет искать. Что касается двухтактников. Я не буду сейчас определенной модели называть. Мы берем импортные снегоходы, двухлыжные. Сейчас я про них рассказываю. Двухтактники. Двухтактник это два цилиндра, вентилятор, карбюратор и все. Вы едете в тайгу на двухтактнике. У них движки, если вы хоть чуть-чуть соображаете в двигателях, мотоциклетных, то вы что-нибудь с ним придумаете. Ломаться там, в принципе, нечему. Там, я говорю, все просто. Карбюратор, два цилиндра и вентилятор. Один цилиндр отказывает, приезжайте на другом. Тихо, хреново, но вы едете. Карбюратор почистить вы всегда тоже сможете. Снять, промыть. Он намного легче, ребята. То есть, вы застряли куда-нибудь, живым. Вы один в силах задрать у него задницу, чуть-чуть переставить, взять-перед и поехать. Он не оснащен какими-то там радиаторами, еще чем-то. Но есть и такие. В следующем ролике я расскажу более подробно о таких снегоходах. Я имел на своем веку Yamaha Viking 4 и Polaris White Track и Buran несколько штук. Так что, ребята, в следующих роликах я расскажу вам в следующем ролике про Polaris White Track. Потом ролик будет расскажу вам про Yamaha Viking. Ну и в третьем, заключительном, четвертом ролике я расскажу вам про нашего родного Burana. Расскажу все как есть. я эксплуатировал в самых жестких условиях. Ну что еще можно сказать про двухтактник и четырехтактник? Короче, каждый по-своему хороший, ребят, но нужно определиться четко. Если вы в тайге охотитесь один, собираетесь, то вам нужно выбирать двухтактник. Я не навязываю ни в коем случае. С четырехтактником замучитесь однозначно. Сэкономите на бензине, но в другом случае можно поплатиться более огромной ценой. Двухтактник вы притопили в живу негде-нибудь. Бывает и такое, что не скажешь, день-то ручей, перепрыгнул, не успел, затонул, вытащил ты его, вырубил. С четырехтактником все, что делать? Только к официалам еще нужно найти того, кто у вас с леса его притащит. То есть до хрена, до хрена геморроя. Двухтактником намного проще. Двигатель открутил, пробки открутил, воду слил, развел костер, не знаю, все зажигания, сможигания, катушечки поснимал, все подсушил, поставил обратно, масло капнул, бензинчик одолел, драк, и ты доехал. Вот это, ребята, я говорю, если охотитесь один, то лучше двухтактник. Он более ремонтопригоден. Вы, имея голову на плечах, вы все равно с ним что-то сможете сделать. С четырехтактником большинство из нас и из вас ничего не сделают. Только в гараже или в официалах. По скоростям двухтактники и четырехтактники современные тем более, они не сильно уступают по скорости, но если в средней полосе нужна скорость, то в тайге, ребята, скорость, она совсем не нужна. Имея пару снегоходов до этого импортных, максимальная скорость, которую развивал по болоту, по чистому, знаете, это километров 50. Потом болота редко кончается, начинается тайга. По путику ездишь, ну, не знаю, на самых чистых местах, на самых прорубленных, но скорость достигала 25-30 километров. Это максимально. Обычная крейсерская скорость для движения по лесу это 10, 15, 20 километров максималка. То, что говорят, при такой низкой скорости движения греться будет двухтактник капитально. Ребята, ну, вы едете на охоту, вы едете не на покатушке, вы не пререте дуром. Если, значит, будете перейти дуром, вы по сторонам не увидите ни глухаря, ни следа, ни лося, я не знаю, будете пролетать мимо. То есть, то, что вы поехали на охоту, это вот выйдите за двор, газу дайте, прокатитесь, и будет нормально. Вы едете на охоту, постоянно смотрите по сторонам. Двухтактник, да, греться, ну, проехали 3-4 километра или до следа, от капкана до капкана. Постоянно стоите и остываете. Ну, 3-4 минуты вам роли не сыграет, а смотрите заодно. В это время остыть снегоходу для движения дальше вполне достаточно. Вот, в принципе, о различии между двумя этими снегоходами я рассказал. Цена, тут еще, конечно, цена. Цена двухтактника на порядок ниже, чем четырехтактник. Четырехтактник в наше время стоит далеко за миллион. Позволить себе не каждый сможет. А если и позволите, то вы 300 раз подумайте, как с ним обращаться. То есть, вы будете избегать всяких кустиков, будете избегать всяких пересеченных, не дай бог, местностей, где можно поцарапать пластики. Я таких охотников знаю. Поехали гонять одних животных. Да ты что, там тальник, поцарапают. Ты на хрена его взял? То есть, если вы покупаете дорогой снегоход, имеете не вы его, имеет он вас. То есть, зачем вы его тогда брали? Определитесь, ребят, по катушке или серьезной охоты. То есть, вы определяетесь с ценой, с ремонтной пригодностью, с запчастями. На импортные снегоходы, кстати, с этими санкциями сейчас очень хреново достать запчастя. На четырехтактные, тем более. Если даже не хреново, они очень долго по сроку оригинала идут. Ну, не забывайте, в это время у вас сезон уже проходит и проходит. Двухтактный, там легче подобрать детальки из российского ассортимента. запчастей где-то можно заменить. То есть, двухтактный он все время поедет, а четырехтактный, ребята, будете ждать. Возможно, он никогда не будет ломаться, но вот у нас в тайге четырехтактный снегоход, в наших местах, он не нужен. Он нужен только на открытых местах, где нужны скоростя, где нужен обязательно пассажира сзади возить, который будет ложить вам на плечо ружье и стрелять по лисам, не знаю, по косулям, по сагагам. Но это для тех, кто охотится чисто со снегоходов. В нашей местности больше всего подойдет двухтактный. Ну вот, я думаю, мой рассказ вам может быть, чуть-чуть помог определиться, четырехтактный или двухтактный. Если все-таки четырехтактный в нашем месте, ребята, сразу вам нужно знать все нюансы снегохода. Где можно умороз его подогреть, в каком месте картер подогреть, если сдох у вас аккумулятор. Возможность такие снегоходы, на которые устанавливаются шморгалка, ручной стартер, это немаловажная вещь. Потому что порой это единственное то, что вас спасет. И как вы можете завести снегоход, хотя бы продернуть его, чтобы стартером легко завести. Без стартера в наших местах, если вы уходите один и уезжаете не на один день из дома, очень опасно. Может минимум обморожения, минимум цена жизни, максимум цена жизни, ребят. Не стоит переплачивать, стоит выбрать практичность, включать мозги. Ну, как-то так вот. О разнице в снегоходах я вам рассказал. Думайте сами, что приобретать. Если будут вопросы, обращайтесь. Я все же не могу припомнить, но могу что-то посоветовать, обращайтесь. я скажу только правду, врать не буду, тем более что-то навязывать, оно мне нахрен не надо. Вот еще был случай, мужик поехал, там трое мужиков на буранах, один как же называется-то красный такой снегоход четырех на книг с кайду какой-то крутой, короче. Ну, он стоит лям 400. Ну, что, до этого у него был буран, поехал он за ними. Вроде по следу едет, мужики нормально. он за ними едет, влево, то вправо валится. Понимаете? Ему что, в лесу нужно, ему скорость, и тогда он устойчивый. Если вы идите тихо, постоянно будете завалить туда-сюда, туда-сюда. Короче, замучился, он вспомнил добрыми словами бурашку. Ну, вот такие вот дела. Ладно, давайте до завтра или послезавтра. В следующий раз выйдет ролик, я вам расскажу подробно о снегоходе Polaris White Track. О том, как я на нем ездил, как он себя повел, и что это вообще такое, и стоит ли его брать. До встречи! Редактор субтитров